здравствуйте добрый день уважаемые зрители программы бизнес секреты в центре санкт-петербурга обеседуем с известным петербург с малоизвестным с малоизвестным засекреченным петербургским предпринимателем тире олигархом максимом ивановым не издевайся директоров и владельцем компании foodline это один из самых крупных пищевых дистрибьюторов но сейчас там все короче расскажет я очень рад максим представить потому что мы давно дружим и максим был первым дистрибьютором помню пельмени дарья вот и и главное что я его вытащил потому что у него никто не берет интервью он очень скрытный а мне дал эксклюзив правда почти эксклюзив когда тебя сегодня было финское телевидение но на нашем заводе галактика мы говорили по-фински по-русски ну давай рассказывай про себя ну наверное начну немножко с того что бизнес совершенно случайно пришел начал как все начале 90-х годов какие-то сделки продавал джинсы кроссовки звонил по телефону когда все люди продавали пароходы корабли там так далее вот потом одна сделка а студентом было ничего нет я учился в военно-морской академии был морским офицером вот и офицеров у нас столько много их нужно давай рассказывай как в предпринимателе перетекать а то они сейчас сокращаем же да сокращаем ну вот я был морским офицером учился в академии зарплата была около 100 евро в месяц ну по тем временам это было много но хотя конечно на жизнь не хватало вот и какая-то одна вторая третья сделка удалось после этого меня вызвал начальника академии говорит ты что-то стал плохо посещать лекции мы планировали что ты получишь золотую медаль а ты как-то вот начал сочковать вот тебе не стыдно я говорю мне ужасно стыдно и принял решение чтобы мне не было стыдно уходить он говорит это что я к тебя не к этому совершенно там вел зачем я тебя я оставайся ни в коем случае я говорю нет буду уходить вот начал заниматься бизнесом была маленькая компания сначала буквально три человека в питере да мы снимали маленький офис во дворце во дворце молодежи 9 квадратных метров у меня была машина который получил на северном флоте девятка вас 2109 но там был заслуженным там офицером все служба хорошо шла скопил капитал это у тебя зарплата по вечерам по вечерам чтобы оплачивать аренду первого офиса и зарплату первым сотрудникам я бомбил на машине каждый день но это был такой источник дохода это был 92 год 92 93 год вот ну и в общем задача была такая чтобы платить аренду офиса плюс как бы оплачивать зарплату первым сотрудникам это две функции а третье я москвич родился в москве но поскольку учился здесь питере чем контактов связи никаких не было знакомых не было поэтому 3 источник был это какие-то новые знакомства новые контакты редкая история обычно наоборот да 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 вот постепенно вот так развивался бизнес ну как ты думаешь как как ты сам думаешь если сегодня в компании работает более трех с половиной тысяч человек при этом никакие новые акционеры в компанию не пришли не влились новые люди какие-то новый капитал не банки не инвесторы то есть ну по моему так в общем с трех человек до трех с половиной еду переезд из москвы в питер не жалеет совершенно я очень люблю питер считаю что очень комфортный город для жизни ну погода может быть немного по суровее чем москве по капризнее скажем так но для жизни очень комфортный город вот поэтому считаю что это такое правильное решение сейчас ты дошел до 3000 и так до сих пор ты один акционер да ну вот те акционеры скажем так попробуй пожалуйста это сыворотка соком большая кружка очень вкусно сейчас ты расскажешь нам про все эти дела по что кстати на самом деле как-то мало кто знает что такой ты завод построил дорогой огромный большой и так далее а мы его только построили на здоровье расскажешь ночам хронологически последовательности вот это просто подойти и постепенно бизнес разрастался где-то скажем через год через два настало уже 50 человек но это был торговый бизнес да мы занимались продуктами питания из франции кофе из финляндии сырые там вот у меня фирма валю такой плакатик как бы висит на стене то есть это тоже одно из начал там написано лендом и конкурю конкурировали ну да 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 но юниланд тогда была компания огромная мы были маленькие тогда вот ну в общем потихонечку развивались росли там с каждым годом прирастали делали какие-то умные вещи вот но потом как у всех наступил кризис 2000 тысяча девятьсот девяносто восьмого года когда-то помнишь девальвация рубля очень тяжелый период вот мы как-то старались так выживать неплохо в общем в этой существовали ситуации развивались и однажды прихожу в офис смотрю людей такие глаза грустные тревожные так как-то все так напряженные понимая нужно что-то предпринимать какое-то действие сильное делать собираю коллектив говорю ребята знаете что мы завтра будем делать все так что смотрю тревога такая наросла все думает завтра он нас будет всех увольнять я говорю завтра мы начинаем набор персонала все говорят что завтра мы начинаем набор персонала даем объявление там всем звоним обзваниваем как бы мы набирать трех специалистов все горит ты чего сумасшедший там мне мои коллеги говорят ты чего говорит там все как бы сокращают издержки все пытаются это сказать как бы в общем уменьшить свой бизнес в этот период игры не мы ребята сегодня сможем найти супер хороших людей супер хороших специалистов которые в другое время мы не сможем найти потому что западные представительства западные фирмы закрывались как бы и в общем понимаешь людей выбрасывали на улицу это была одна из таких фишек это во-первых а вторая действительно коллектив весь взбодрился понял что мы будем жить у всех загорелись глаза все говорит я знаю отличного парня он работал в западной компании вы вчера уволили там так далее давай у нас беседование так далее и сегодня на самом деле огромное количество этих ребят работают у нас компании то есть как я сказал три с половиной тысяч человек уже сегодня в коллективе вот при этом средний возраст работы в коллективе семь лет и четыре месяца это средний возраст вот сотрудников то есть писаешь практически как бы ну прежде всего головной компании очень маленькая текучка а москве такого нету это правда к сожалению вот ну в общем да питер такой стабильный город достаточно люди стабильные поэтому один из вопросов в том числе почему это фудлайн торговля и а что и потом в каком году ты уже по производству ну или еще что то нет но фудлайн это было всегда компания главная вот но потом какие-то сопутствующие бизнеса появились какие-то сопутствующие предприятия дочерние и логистические бизнесы вот компания галактика это такое наше супер успешное предприятие как я считаю это самый современный молочный завод в европе он молодой ему всего лишь несколько лет он он растет развивается он является лидером сегодня на рынке молока в санкт-петербурге в санкт-петербурге до под петербургом гатчине 20 километров от питера сколько как очень современный завод это большой ну он 800 тонн молока в сутки может перерабатывать сегодня меньше потому что как бы мы развиваемся раскручиваемся вот ну такое супер современное предприятие он там вот видишь на телевизоре можно увидеть роботов которые работают там наши московские офисы наши логистические центры московский понятно а за сколько завод построил ты имеешь ввиду время или денег ну не секретная информация более 100 миллионов евро инвестиции сегодня в это предприятие только что сказал что нету банковских кредитов то есть без банковского кредита не с банковскими кредитами но нам повезло мы начали строительство до кризиса вот и спасибо нашим партнером банкиром в силу такой но мне кажется хорошей репутации что мы за все время нашей истории сотрудничество с банками ни один банк не на копейку никогда не подвели ни один там кредит не просрочили поэтому в общем несмотря на кризис нам банки дали деньги вот в общем ну и плюс в общем все весь инвестиционный план план был составлен до кризиса поэтому 100 миллионов серьезный ну нормально да так но это это полный автомат вообще самый современный завод это не мы говорим что он самый современный это говорят все производители западные которых там приезжают в гости просто на экскурсии там какие-то президенты тетрапаков без хмельницкий из данона нынче как называется дано на плане данона июня milk он подтвердит это ну у него может быть есть своя точка зрения спроси не знаю а какие бренды это официально это официально и бренда вас один один большая кружка это такой наш лидирующий бренд вот потом плюс как бы есть бренды называется milk time такие функциональные напитки том и джерри в общем они продаете только в петербурге нет в питере в москве есть но может быть не так много как в питере москва такой рынок знаешь очень какая доля в питере но в питере по ультра пастеризованному молоку у нас около 30 процентов рынка доля рынка большая по моему нормальная такая вот по каким-то кисломолочным продукциям она поменьше потому что только вот на новом заводе мы начали производить йогурты и кефиры ультра ультра пастеризованное но есть пастеризованное молоко есть ультра пастеризованное ну там немножко выше температура и чуть дольше хранится дольше чуть чуть дольше хранится да ну вот а это видишь вот вкусно кстати понравилось наливай себе спасибо понятно и пришел к такому получился торгово-промышленное торгово-производственный производственный но можно так сказать да какой оборот у тебя сейчас за по итогам года ну надеюсь в этом году приблизимся к миллиарду долларов все вместе нет рублей все вместе рублей конечно то что он миллиард долларов такие большие деньги конечно рублей я не знаю черт знает не отслеживаешь все рынки место она вас торговая действительно там же оборот большой я понял вас там наценки маленькие все правильно а тогда про наценки а чистая прибыль это правда наценки очень маленькие ну ну чистая прибыль есть но маленькая но молоке то большая а на производстве маленькие ты знаешь на самом деле такой очень тяжелый бизнес и когда я в него вот так вписывался я не ожидал что он будет таким сложным потому что ну думал как-то там с нашими возможностями дистрибуции логистики там с нашими комплексами логистическими супер современными я подумал что сейчас мы там вообще покажем но очень тяжело бизнес фундаментальный то есть продукт простой на нем наценок больших не сделать плюс очень жесткая конкуренция очень жесткая конкуренция там ты знаешь сейчас и пепси-кола пришла на рынок стала лидером по сути как бы и да но он пришел на рынок купив производителей российских ну по крайней мере мы стали крупнейшим российским производителем молочной продукции связи с покупкой вот этих двух гигантах придут и деньги предложат кто-то из гигантов или третий игрок что ты скажешь им ну пока мы хотим быть активными акционерами бизнесе ну или как миноритарный процент можно рассматривать но для индустриального партнера не для финансового партнера для индустриального чтобы он чтобы технологии вы с валю что-то делаете или валя не акционер нет они не акционеры валю не акционер на вашем заводе много что ну валю производит у нас продукцию на самом деле это практически на единственный опыт в россии когда западная компания под своим брендом подчеркиваю именно под своим брендом производит йогурт и производит там еще какую-то продукцию вот то есть я считаю это качество это свидетельствует о супер высоком качестве продукции они являются нашими консалтерами то есть мы им платим деньги они ставят бизнес-процессы ставят технологии ставят в общем все организовывают предприятия там стандарты санитарии то есть а им какой от этого но для того чтобы мы производили им продукцию да заодно и для себя учить ну и для себя конечно естественно с энергия концепция win-win хитрая а хитро ну ну почему понятно несколько миллионов чистой прибыли ну неплохо что какие следующие несколько миллионов чистый я тебе такого не говорил ну миллиард обороты несколько миллионов чистая прибыль а как что еще будешь делать какие-то планы есть ближайшие ну планы по развитию молочного бизнеса хотим развиваться в нем несмотря на то что он такой тяжелый конечно производства до производственное направление но плюс то чем я сейчас занимаюсь я могу сказать про массива я много очень вел бизнесменов своей жизни естественно и жеребцов до этого был олег это единство так долго 10 лет сидел в теме даже 12 в торговой но это в итоге продал ты единственный остался кого я знаю который в одной теме сидит там уже 20 лет я кашну для меня это для моего характера это вообще не но ты потому что энергичный человек тебе становится скучно но дакова общаясь так разобраться не так много у нас предпринимателей в россии которые вот так как ты методично 20 лет делать одно и то же не 20 возил за раньше там эти йогурты какие-то там калькуля эти самые все там продукты питания сейчас я поднимался к нему в офис смотрю опять там собирает дежавю такое просто 15 лет йогурты собирают на полету но знаешь признак стабильность признак мастерства ну знаешь она надоедает это тебе есть есть формула мотивирует делать одно и то же столько лет ну смотри есть как бы но мне кажется такая правильная формула если у тебя что-то хорошо получается то делай это зачем от этого отказываться это раз но объективно согласись правильно если как бы это идет развивается а то что не скучно ну почему мы новые проекты строим строим как бы какие-то новые логистические центры вот ты видишь вот это в кризис кстати тоже начали строить в этот центр то есть я считаю тоже правильное решение было потому что очень нормальная экономика получилось с точки зрения того когда все закрывали строительной компании и говорит дайте нам хоть какой подряд хоть какой деньги не важно главное чтобы людей занять хотим содержать свой коллектив например это первое а второе понимаешь там я считаю что большой критерий того что вот многие товарищи мои которые начинали этот бизнес а но они до сих пор здесь они работают как мы совместно с ними там генерим какие-то новые идеи там развиваем новые предприятия новые заводы строим опционы какие-то есть для менеджмента для топ как ты их мотивируешь ну 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 преимущественно бонусные программы какие-то в общем стараемся искать тоже перестраиваемся тоже какие-то знаешь там скучно не бывает потому что это не просто постоянно заниматься одним и тем же а это очень высокотехнологические процессы там допустим когда мы запустили такую систему palm selling а так называемая то есть наши представители торговые ходили по магазинам у них были компьютеры такие маленькие там предзаказы всякие к нам пришло пришла компания на слей сказала ребята покажите как вы это делаете мы такого не знаем никогда не видели нас ли это там один из крупнейших производителей там у нас это появилось раньше чем у них мы сами придумали самые какие-то придумали такие инновации и прочее прочее то есть мы стараемся быть впереди с точки зрения технологии всяких процессов быть эффективными как бы чтобы у нас были эффективной операции вот но и за счет этого я считаю есть как бы такое движение вперед и скучно не бывает там какие-то новые темы возникают новые там и тем более я знаю что ты активный человек мы с максимум помимо тем что вместе пельмени медари торговали еще и много там на лыжах на лыжах в камчатке и кстати можно сказать вот тот человек который меня привез во фрирайдинг фрирайдинг это ну это вот каталка без трасс с гор на экстремальных ужасная история кстати я был в антарктиде в конце этого года ты говоришь не скучно вот мы там пили наши йогурты milk time на катаясь как бы с огромных город была такая очень декрет интересная экспедиция по риму горных лыж что еще делаешь знает и все подряд делать кайтсерфинг катяши летаю на самолетах до максим статья сертифицированный пилоты единственный что-то финляндии сертифицированную русский пилот мы были первыми тогда русскими кто получил международные европейские права на полеты на самолетах но сейчас уже появились другие люди мы это кто ты еще но я еще один товарищ так сказать как бы вот но сейчас перестал летать там там по разным причинам вот но мы вдвоем учились нас было трое как бы третий не выдержал на гидросамолете очень люблю летать одномоторном таком cessna 206 на поплавках он прям садится на воду вот питер сюда прилетал из финляндии там утром на него сел а на него сне и не 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 прилетал в аэропорт пулково да там колеса выдвигается он амфибийный да то есть там можно выдвигать колеса через таможню проходить или знаешь утром так просыпаешься ну куда полететь может быть слетать в норвегию нет поехали там с приятелем как-то по и полетели в швецию а в европе это очень свободно летим с приятелем самолету на самолете договорились на малая авиация да низко как бы летим швецию уже я ему будет слушай полететь в осло красивый город там как бы ты когда-нибудь был он говорит не был я был в стагоне был много раз полетели он говорит ну ладно что надо садиться там как бы там что-то такое делал диспетчером связываюсь прошу разрешение об изменении полета говорит летим из швеции вместо швеции летим в норвегию там около шведской границы он говорит окей добро летите в норвегию хорошего пути всем просто свобода нам еще в программе был саши евдокимов мы с ним на эту тему говорили да 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 конечно все зарегулировано но у нас же сейчас 1 ноября приняли новое законодательство значит хуже станет я смотрю как бы люди на вертолетах там летают каждый день там уже там знаешь так регулярные такие какие-то над городом нельзя летать но по крайней мере там на даче куда-то там не знаю там у него и робинсон летел на дневой можно от него и над водой можно над водой можно над водой можно да над городом москва москва столица нашей родины я не мог бы сказать что москва что петербург более комфортный город для жизни чем москва если бы я не был коренным москвичом но поскольку я был коренным москвичом поэтому я имею право так говорить что ну сравнивая хотя москва конечно театры бизнес деньги большие и так далее резонты масштабы он ты на но я слышу что ты тоже собираешься переехать в питер пора уже это правда или нет слышу эту историю же год и рассказывай многим людям что ты собираешься переехать в петербург промоушен будет промоушен петербург на конец и ванна мне там может это что-нибудь там да за это почетный гражданин не мы хочешь возможность ездить по невскому по встречной стороне во время пробки или вертолет тогда все пробки не стройтер что еще летает серфинг ну вейкбординг водные лыжи дайвинг всякие кстати не смотрел фильм оскольки с адреналином был где-то осенью был фильм охотники с дарелином как мы ныряли на корабль шампанским где вы шампанское 250 лет нашли шампанское которое людовик 14 подарил екатерине 2 и между шведскими границами корабль потонул затонул и вот мы туда ныряли доставать это шампанское ну правда финские коллеги узнать что мы туда летим снимать фильм и нырять за этим шампанским там просто 24 часа в сутки как бы работали весь этот корабль опустошили все там каждый сантиметр в общем шампанского мы не нашли но сам момент что это было интересное приключение сколько у тебя получается примерно в месяц месяцев или недель в году ты занимаешься активным образом жизни вместо 23 получается ну где так наверно да но это такими как правило знаешь происходит такими отрывками короткими на три на четыре на пять дней потому что вот мы говорили о валиге жеребцовик конечно так уйти в плавание на полгода на год потом прийти как бы и удивляться что у тебя случилось компании но это так серьезный такой челлендж я бы так не рискнул согласен что ты молчишь про virgin галактики же записано космос и тогда в космос ты у нас записан какой-то там по счету пилот ну надеюсь что в следующем году в конце года полет состоится я не знаю там среди русских говорим 100 по моему 116 но важно же знаешь мы когда были в гостях у ричарда брэнсона на его острове там сбыли астронавты мы собрались за столом последний день и там какой-то я тост поблагодарил его сказала говорю ребят понимаете что самое вы знаете какой вот во всем этом деле будет самый обидный день и самый неприятный день какой я говорю самый плохой день будет у нас это когда когда мы приземлимся когда закончится полет потому что сегодня мы живем все мечтой мы живем планами мы живем как бы вот эта идея мы общаемся с друг другом какие-то встречи митинги какие-то там интересные люди очень как есть поэтому чем я считаю что вот это очень такая интересная программа помимо там всяких там этих центрифуг каких-то медкомиссий как бы еще огромный интерес вызывает в америке в америке в уже летать специально было да да или потом поле нет 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 я уже был на медкомиссиях на центрифугах ускал чтобы более 100 человек что ли из россии уже записалось это ужас серьезный процент они прям русских сильно видят но коль мы про говорили за про брэнсона кто-то еще с предпринимателем нравится как кто тебя вдохновляет в российском мировом масштабе кто те вот такие слушай иконы или как сложный вопрос интересным сложный вопрос ну много ханижалицкий нравится например русский а из западных мне нравится все-таки джобс наверно и брин ты знаешь я к сожалению знаком с галлийским вот но то что он делает мне тоже нравится несмотря ни на что мне нравится ее мобиль прохорова это стебова прикольный так далее кстати он сейчас ты знаешь возглавил партию правое дело я не знаю насколько это все у него получится но по крайней мере то что он пытается показать предпринимателей с другой стороны как бы не просто какие-то жуликов которые там пытаются что-то там не знаю украсть там своровать так далее вот на самом деле очень обидно когда такое мнение существует и в общем к сожалению она встречается что там вот знаешь есть выражение там не обманешь не проживешь слова там другое как звучит вот я считаю что это абсолютно не подходит бизнесу и наоборот вот только честность порядочность открытость как бы и какие-то такие выполнение обязательств своих так сказать как бы это является залогом успеха ну вот это вот моя философия у всех она конечно разная и мне кажется вообще государство должно культивировать и поддерживать вот имидж людей которые как бы самостоятельно создают свой бизнес достигли успехов и чем у них есть коллективы они дают работу людям поднимают экономику не знаю вот моя точка зрения у нас конечно это недооценено вот у нас есть на магнатурные олигархи там как бы люди которые по знакомству по блату получили там какие-то потому что они с кем-то в школе учились там или там с кем-то там не знаю там них родственники какие-то там или там просто они были в нужное время в нужном месте приватизировали какие-то активы огромные это одна история но вот а те кто как бы создавал бизнес именно с нуля как как ты ну в том числе может быть может быть меня тоже можно отнести к этим людям вот я считаю что вот этих людей нужно просто реально ну как-то государством так ценить советоваться с ними ну может быть когда нибудь мы к этому придем сапожищем главное это дай бог как этот малинин поет если тут уж не до это самое недооценок кстати рекомендую летом твоим зрителям как бы вот этот вот твоим посетителям да очень вкусная штука зеленое яблоко сыворотка сывороточный напиток очень полен сыворотка с соком очень полезно понятно а наша передача потихоньку помаленьку подходит концом все всегда просят какие-то такие что бизнес секрет смотрятся на молодежки так более практически может как практически привести пример там когда тебе было трудно как решение как-то принял там как-то из него выкрутился какой прикладное прямо прикладно он так а стал вот так ну я тебе рассказал об одном например о том что в период кризиса но это было да ну еще что мы не могли позволить себе заработать зарплаты ошибка кардин ошибку стыдно реальную ошибку реальную ошибку реальную ошибку реальную ошибку но например у меня была встреча с одним очень серьезным человеком однажды точнее поступило предложение одного очень серьезного человека она касалась такого спорного вопроса в детали не хочу погружаться пришли юристы и сказали нет этого не может быть он обманет там нужно документы нужна страховка нужны там всякие подписи там как бы там нужно сложные договора и так далее и тому подобное а у меня было на салфетке с ним написано что-то вот и мы начали процедуру как нужно делать по закону например как вот сложная такая юридическая процедура до конкурса слушай но это очень сложно как бы мы не будем этим заниматься и потом по прошествии какого-то периода случилось то что вот он говорил будет так но я уже был как бы там в своей юридической процедуре неудел вот то есть мы искать как бы не договорились и не пошли на титул предложение которое он сделал потом через какое-то время там я с ним встретился там люди сказали слушай нормальный человек максим познакомься с ним там как бы он там типа ну пообщайся там так далее вот мы с ним встретились он говорит слушай а чего не пошли игру ну так получилось там вот послушал своих юристов потом я понял для себя что на самом деле если люди достигли чего-то очень такого серьезного потому что серьезный предприниматель причем он тоже как бы не номенклатурный предприятие предприниматель он сделал свой бизнес сам своими руками то и у них есть хорошая репутация то достаточно салфетки для того чтобы это осуществилось и вот после этого допустим я понял что у меня самые такие большие какие-то события произошли именно где-то за разговором на салфетке там самые такие серьезные договора там мы там купили одно предприятие на салфетке написав все потом так сказать как бы реализовали там то есть в общем если люди достойные они у них хорошая репутация то им можно верить на слово и в общем это наверное является такой ошибкой моей в том что я не поверил к примеру ну конечно были другие ошибки были ошибки экономические какие-то там какие-то проекты которые нужно было вписываться или вписываться не так в мире ожидал галактика что мы за счет нашей очень сильной дистрибуции сделаем очень легко этот бизнес а оказалось что это гораздо более сложный бизнес и не такой прибыльные как казалось мне сразу мы имеют молочное производство оказалось что ты контролируешь дистрибьюции для тебя конечно да да бренд нужен потребителю понравится да естественно понятно 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 что еще не спросил про что наверное не спросил хочу ли я полететь в космос большой а ты еще туда дальше конечно это мечта не спросил какая у меня мечта говорят уже подорожала у тебя мечта слетать в космос но я не хочу за деньги туда лететь 50 миллионов говорят раньше было 2 я за деньги не готов у меня нет таких денег а как ты хочешь стать космонавтом космонавтом в отряд войти я и у меня была с детства мечта стать летчиком но меня родители отдали это силу там семенных обстоятельств моряком вот у меня была мечта стать летчиками и реализовал как бы смешно опять же были вот на тоже на некере ялги не засти не увидел посмотри обязательно гилья лаберте не видел это совладели цирк видел 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 да 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 смотрел к он же в цирк летал да я знаю когда он секретом да смешно на некере как раз он был там да 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 так я же там записывал передаю сидим на острове с ним кричат нет нет я эту передачу не видел его есть youtube бизнес секретов на передачи в которой тысячами там есть передача с гиля либерте и там очень прикольно садя одно очень сильных передач вот мне кажется даже интереснее чем ричард на самом деле выступал вот кстати к вопросу к вопросу о том уважение к уважение к бизнесменам да конечно человек который с циркового артиста построил такую сеть да конечно я считаю и он же летал естественно там рассказал к чему что он смешной он говорит я говорю а как там центрифугу все он говорит слушай ну там я готовился нормально просто интересно офф-рекорд было но поделюсь секретом когда делали центрифугу в звездном я обливался полетел человек за день когда горит прилетели когда в союз этот вошли в первых это заману рассказал запах космоса я сразу тоже облилась потому что за деньги уже не надо там центрифугу держать игра как ты полетел к коммерческий что там много про космос очень смешно рассказала я посмотрю интересно удалось там всякие эти русские традиции там побежать там что-то перед вылетом они всех породить бы традиции посмотреть фильм там белое белое солнце полететь там дуб посадить но там целый бред ну космонавта ки очень очень такие да так что так хорошая мечта да бог она тебя осуществится в полу космос сейчас попадешь надеюсь пред космос а там дальше больше кстати олег помнишь мы как-то с тобой говорили и ты мне сказал слушай ты же занимаешься молоком почему в москве нету молока вот такого супер хорошего супер качественного помнишь такой разговор как в италии как в италии супер такого высококачественного пастеризорного молока я пью финская я валю пью всегда если я пью я пью валю дальше она закручивается такая красная более жирная синяя менее жирная я валю пью или или итальянская совершенно вот смотри вот так вот покупай в москве продается я тебе пришлю специально молоко вот такое называется на milk time вот вот такой вот чтобы ты такое молоко попробовал как бы очень вкусно я искать специальное сделано для тебя ты тогда сказал мне что надо супер качественное молоко вот такой небольшой какой-то объем там пол литра по моему на завершающая рубрика есть такая когда гость передачи обращаются напрямую к нашим молодым ребятам которые думают как вам стать богатыми тоже как заработать денег сидят они сейчас и думаю вдруг 20 лет как рискнуть рисковать страшно смотри туда и монолог расскажи что рекомендует посоветуешь что-то посоветуешь на рекомендуем друзьям товарищем ну он сейчас сидит и смотрит у компьютера ну да я понимаю знаменитого на и успешного предпринимателя ну во первых я думаю что нужно искать нетрадиционный путь и лучше всего искать такое направление бизнеса которое бы вам нравилось вот если тебе не нравится твое дело вот ты меня спрашивал частности олег почему мне нравится то что я делаю мне нравится моя работа очевидно столько оптимизма времени ну конечно вот то есть первое какую-то оригинальную идею она конечно нужна для того чтобы это было успешно и второе нужно любить дело которое ты делаешь вот я считаю что это ключевая вещь и не нужно думать о деньгах когда человек начинает фокусироваться на деньгах тогда у него бизнес не так хорошо идет деньги является продуктом успешного дела вот это на ключевое то есть нужно любить свое дело а деньги сами придут спасибо макс спасибо за передачу за время я побежал